А началось рождение курорта с 1898 года, сразу после первого Всероссийского съезда по климатологии, гидрологии и бальнеологии, на котором прозвучал доклад комиссии по изучению Черноморского побережья Кавказа. Очень видны государственные чиновники, такие как Алексей Сергеевич Ермолов и Николай Савич Абаза, говоря современным языком, популяризировали курорт. То есть они призывали состоятельных людей Москвы и Санкт-Петербурга вкладывать в средства будущий курорт, и те начали приобретать земельные участки, осваивать их, строили дачи, виллы и строили первые санаторно-курортные учреждения. Первые гостиницы, пансионаты и санатории получили название «Калифорния, Марсель, Сан-Рэма» в сённый иностранный манер, опять же для привлечения туристов. Самый крупный курортный комплекс был построен дворянином Тарнопольским – Кавказская ривьера. Это четыре гостиницы в стиле модерн, театр, ресторан, водолечебница. С этого периода курорт стал главным местом отдыха и лечения в Царской России – фешенебельным курортом для состоятельных людей. В начале 20 века в Сочи приезжает талантливый доктор Подгурский, заинтересовавшийся целебными свойствами мацестинской воды. Мацестинский курорт начинает также развиваться. В 1902 году построено деревянное здание на Мацесте, то есть абсолютно неказистое, но Виктор Францевич Подгурский вместе с предпринимателем Михаилом Михайловичем Зинциновым образовали акционерное общество мацестинских источников. И после того, как появилось это общество, было построено каменное ванное здание в 1914 году. Черноморское побережье активно развивается и в послереволюционный период. Развитие курорта связывают с именем Сталина, главы советского государства, который часто приезжал в Сочи, где по сути началась всесоюзная ударная стройка страны. Городу была выделена огромная сумма денег – 1 миллиард 400 миллионов рублей. То есть этот период можно сравнить с периодом подготовки нашего города к Олимпийским играм. Сочи превращен в огромную строительную площадку. Одновременно трудятся более 20 тысяч строителей, которые как раз таки и строят здравницы, санатории для отдыха, для рабочих и крестьян. Тогда стремились строить просто, удобно, по принципу ничего лишнего в стиле конструктивизм, но позже все же перешли к неоклассицизму. Например, эти здания – санаторий Фарджиникидзе, Русь, Зимний театр, художественный музей. Бурное развитие курорта продолжалось вплоть до начала Великой Отечественной войны. В Музее истории хранятся экспонаты времен советского периода. Это курортные товары, которые раньше продавались на каждом углу, а теперь представляют историческую ценность. Например, в такой стереоскоп был вставлен слайд с видом города Сочи. Отдыхающие любили их увозить с собой. Елена Всецнам, Борис Осин, телекомпания ФКТ.